Добрый день, дорогие господа! Сегодня мы находимся в стенах школы по изучению английского языка, английские сезоны. Еще раз представлюсь, меня зовут Громов Алексей Владимирович, руководитель и основатель данного учебного заведения. В гостях у нас сегодня этот джентльмен. Я знаю, как его зовут. Ну, а давайте начнем по порядку. Итак, будьте добрый, скажите, пожалуйста, как вас зовут, кем вы работаете? Я Малыгин Сергей. В данное время я работаю в туристическом сервисе, развожу людей, оказываю им трансферные услуги иностранным туристам. То есть, если я правильно вас понимаю, вы работаете в группе сопровождения, как переводчик, групповод? Я их встречаю, да, в аэропорту доставляю до места. Если они заказывают, значит, я им провожу экскурсию. По Москве, где они, где они спросят. И в своей работе вы используете на виду с русским языком? Английский язык. Английский язык. Сейчас стараюсь испанский. Испанский подтягивать, да. Ну, открою вам, дамы и господа, секрет. Мы с Сергеем уже знакомы достаточно длительное время. Сергей пришел ко мне несколько лет назад с той целью, чтобы немного подтянуть английский язык до профессионального уровня. Ну, и вот, Сергей Курс, тогда скажите, пожалуйста, помогли ли вам вот эти вот наши совместные занятия? И если да, то какие аспекты или какой аспект конкретно, в частности? Мне они очень помогли. Я, как-то, просея из-за папы, категорически помогли. Потому что я имел представление, что, чтобы говорить на иностранном языке, нужно пройти, нужно изучить очень много книг, нужно пройти, чуть ли не закончить институт. А можно просто пользоваться как инструментом, можно просто говорить, что это естественно, что не обязательно для этого нужно получить диплом, и только диплом дает тебе право говорить. Это естественное, как бы, как бы стремление души человека говорить на другом языке. И в этом мне очень помогли занятия с Алексеем Владимировичем. Просто, как бы, вот, как столкнули с мертвой точки, с прохождением, с изучением грамматики, просто, чтобы говорить. То есть, с этими словами мы попытались разбить лед, но некоторых ограничивающих убеждений, выйти за рамку вот этих вот ограничивающих убеждений, которые стереотипно социумом в нас были всажены, просто, наверное, начиная с детского сада. Окей, Сергей, такой еще вопрос. Были ли какие-то у вас сомнения, опасения перед тем, как вы начали у меня заниматься? У меня не то, чтобы ни опасения, ни сомнения, уже как бы возраст как-то не позволял, но у меня были предоставления, что такое языковые курсы. Как правило, из моего опыта, я вот работал когда в иностранной компании, просто как изучатель, что у нас учебник, и мы по учебнику, значит, получаем дома... Получаем, да, 10 вопросов, 10 ответов, исправляем ошибки, и это, в принципе, каждое занятие, каждый курс он примерно такой был похожим, вот, а здесь я столкнулся совершенно с другим подходом к изучению. У вас была мечта, вот если мне не изменяет память, а работать в сфере вот в гостиничном бизнесе, в гостиничных услугах? Мне было просто интересно просто, как бы, говорить, общаться, как бы, коммуницировать с людьми из другой страны, просто, да, из-за языка. Разницы? Да, 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 да. Сергей, а каких конкретных результатов вы достигли? Ну, вот, в совокупности, если брать, изучение иностранных языков, я знаю, вы закончили, помимо лингвистики, еще университет. Это были, да, Примосковская духовная академия курсы, богословские курсы. А каких конкретных результатов вы сейчас достигли, вот, совмещая лингвистику, богословие, каким образом это вам помогает по-разному? Ну, да, мне это очень помогает. Я сейчас нашел для себя такую мысль, что я в язык смотрюсь как в зеркало. Если я начинаю с помощью другого языка, я пытаюсь, это уже мысль, которую я знаю на русском, пытаюсь ее произнести на другом языке, и вдруг я понимаю, с точки зрения другого языка, насколько это может быть вообще такая картина написана. Например, я вызву человека, и вдруг она мне говорит, турист из Тайландии, она говорит, почему движение смутри? Я думаю, смутри это гладко, оно совсем не гладко, оно джем, оно совсем не, почему она говорит, почему вдруг такая ассоциация смутри? И вдруг я понимаю, что в ее ассоциации она идет или гладко, или идет как будто как по наждачной бумаге. А я посмотрю, это совсем по-другому. Смутр и драйв, да, смутр и драйв, да, смутр и драйв, да, смутр и драйв, да, смутр и драйв. И поэтому, то есть, это как язык, то есть, я всегда внутренний свой мир через иностранный язык больше понимаю. Как сказал император Сменина Италия, Священный Римский Перий, Карл Пятый, да, Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек. То есть, интересная мысль. Интересная мысль, да, и очень. Потому что, если мы только свой родной язык знаем, а не знаем никакого иностранного языка, то мы не проводим процедуру сравнения. Конечно, конечно. А мир узнается в сравнении. То есть, его вот тест такой, на именно, кто я с точки зрения этого языка, кто я с точки зрения вот этой идеи, вот как бы с другого угла зрения, с другого, думаю, вот оно что, как это со мной. Окей. Сергей, а ставили бы меня, мои курсы, мой учебный центр рекомендовать своим друзьям, знакомым для получения знаний по английскому языку, то и вообще по мировоззренческим каким-то позициям, соображениям и так далее. Я бы очень рекомендовал, с точки зрения, я вот тогда еще раз попрошу на руку, как, например, как вот мужчина и ноискинструменты. То есть, не то, чтобы ради диплома, не то, чтобы ради какого-то получения какого-то там, а просто, значит, у меня есть молоток, есть пила, есть банок, надо всем уметь пользоваться. И вдруг, если у человека есть еще инструмент, как язык, которым тоже можно пользоваться. Можно, например, совсем другое дело, если сейчас мы все выезжаем в туристические поездки, даже на несчастном пляже, на несчастном, на ресепшене, в гостинице. Человек, который может сформировать хотя бы больше одной мысли, у него он свободный, он совсем другой уровень. Если человек вдруг может выразить, что у меня ключ упал в сауне за эту самую, это можно очистить, да, да. Или я забыл ключ упал в сауне, да, да, или что-то такое. А вот маяки, маяки, маяки. Да, да, они дают, в общем, была мысль, что вот я вчера должен был прийти на автобус, а я не смог вчера прийти, или, например, я потерял деньги, должен ли я был сделать что-то, или кому я должен был что-то, это самое главное, это очень полезный инструмент, просто как молоток, как отвертка, как мобильный телефон, просто инструмент. Ну, как говорили, надо, как бы, это, например, это питься маст. Это должно быть, тем более в собрании народа. Да, да, да. Вот, ну, Сергей, Сергей, большое спасибо вам за интервью, большое спасибо вам за ответы. Приходите изучать английский язык в английских сезонах. Научу. Я знаю секрет. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.